Ветеранов поздравят дети. Детский духовой оркестр 9 мая выступит с известными композициями. Чем жертвуют и ради чего трудятся маленькие артисты, смотрите в следующем сюжете. Раз, два, три. Здесь не бывает тихих перерывов. Выдалась минутка, поднимается гул. Так проходит каждая репетиция детского духового оркестра. 9 мая ребята порадуют ветеранов своей игрой. Ради выступлений музыканты каждый день совершают маленькую победу, ведь вместо отдыха у них творческий труд. Очень часто хочется поиграть просто в компьютер или погулять, но знаешь, что нужно заниматься и идешь заниматься. Лишиться навыка игры на духовом инструменте легко. За несколько дней перерыва губы перестают слушаться. Ребята репетируют вместе несколько раз в неделю. Дома бесплатный концерт. С открытым окном музыка раздается на всю округу. Соседи привыкают к такому не сразу. Батареи стучали. Громко, громко было такое. Мы как-то истерпели и продолжали дальше заниматься, потому что у нас впереди конкурс, отчетный концерт. Это надо. Занемевшие губы и усталость – результат репетиции. Ведь занятия идут после школы. Выдержит такой марафон не каждый. Отыграл партию, хочется и побаловаться. Это желание любого ребенка. Конечно, аж ходят. Еще как. Обязательно. А без этого как. Сейчас выход энергии-то должен быть не только в инструмент, но еще и какой-то такой. Конечно, иногда бывает непросто, потому что, когда собирается такая компания, больше, у нас 30 человек ребят, и у каждого свое настроение. Выход только один – пойти навстречу. Общаться в игровой форме. И главное – дать хороший стимул. Например, путешествие и выход на новый уровень. У молодых исполнителей это вызывает энтузиазм. 17 июня рано утром мы выезжаем, даже летавшись в... К ты? А вы зачем? На 4 дня. О, круто! От города Гнадь. Екатерина Сафонова, Евгения Курбатова, Виктор Буздин. Служба новостей. Город. Злая ведьма Харми растает, а Гудвин всем поможет. Детский кукольный театр представит старую историю в новом свете. На генеральной репетиции спектакля «Волшебник страны Оз» побывала и наша съемочная группа. Все, она, ты чувствуешь, что у тебя уже все. Я пытаюсь. Подожди, Дима, подожди. Страшила здесь юный рэпер, своими речами разгоняет наглых ворон. Платье Харми тоже таит в себе секрет. Стоит ей опуститься на колени, и она будто по пояс растаяла. Последний прогон выглядит безупречно. На подготовку представления ушло уже три с половиной года. Срок большой и не только по театральным меркам. Связано это прежде всего с тем, что театр находился на капитальном ремонте. Мы, конечно же, за это время успели выпустить и другие спектакли, но те спектакли не требовали стационарной площадки, стационарного света, звука. В спектакле играет все тело артиста. Обезьяны и совы грозно танцуют. Татошка звонко рычит и пугает зрителей, но без последствий такая активность не обходится. Устают руки, ноги. С ломотой в суставах актеры уже смирились. Вот это неестественное положение, когда голова кверху, связки здесь, шея натянута, и работаешь. И, конечно, плечи постепенно, с годами начинают, конечно, болеть. Поэтому даже актеры театра «Кукол» уходят на пенсию, отработав 25 лет. Стоит выйти на сцену, боль исчезает, игра занимает все внимание. А перед маленькими зрителями ошибиться нельзя. Для детей куклы как живые. Убедиться в этом зрители смогут 7 и 8 мая в 12 часов дня. Татьяна Караханова, Евгения Курбатова, Виктор Бузин. Служба новостей «Город». Служба новостей «Город».